В республике продолжают готовиться к отопительному сезону. Холода уже не за горами. Предстоящий фронт работ обсуждали сегодня члены правительства. С предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса создан нормативный запас по тем докладам, которые я выслушивал, на 100%. За это хочу выразить слава богатства всем. Но в то же время, если где-то нет полного запаса, я вам поручаю по линии ГКЧС, проверяйте. О завершении работ Михаил Игнатьев поручил отчитаться в сжатые сроки. Паспорта готовности получили более 90% объектов. До 1 октября ожидается выполнение всех работ по заявлениям муниципалитета. Полностью работы завершены в 18 муниципальных образованиях, близких завершений в 6 муниципальных образованиях. По жилому фонду промыты и опрессованы 99% домов. Осталось 19 домов, где проводят капитальный ремонт. По социальной сфере до 15 сентября были промыты и опрессованы все объекты. Оформлено 86% паспортов готовности. Остальные все находятся на подписании в теплоснабжающей организации. На этой неделе также все работы должны быть завершены. В предстоящий отопительный сезон необходимо минимизировать внештатные ситуации. Еще одна задача главы региона – сокращение долгов за потребленные ресурсы. Долги выросли 3 миллиарда 650 миллионов рублей. Только долги за газ – почти 2 миллиарда рублей. Конечно, мы собирались, отдельно обсуждали все эти вопросы. Снижение там есть около 2%. Это практически когда в летний период времени, соответственно, платежи у нас всегда нормально осуществлялись. Конечно, здесь, обращая внимание, всех должностных лиц, ответственных за определенный контроль и надзор, это со стороны жилищной инспекции, практически нужно принимать ряд мер. Те управляющие компании, которые от населения собирают, не рассчитываются за приобретенные энергоресурсы. В шлюпликанском бюджете предусмотрено на погашение задолженности муниципальных образований за природный газ порядка 50 миллионов рублей. В настоящее время осуществляется распределение указанных средств. Соответственно, основным вопросом является заключение графика погашения просрочной задолженности между муниципалитетом и Газпром Межрегионгазом. Немалая доля долгов за реорганизованным предприятием коммунальные технологии. Все объекты в этом году передали муниципалитету. Вот это победа наша, нашей совместной деятельности. Также глава региона поручил усилить контроль за сферой ЖКХ. Если на коммунальщиков поступают тревожные сигналы, то жилые дома необходимо передавать другим управленцам. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев, Республика.